всем доброе утро мы сегодня с очень изысканным у староанглийским как написано а вот в этой книжечки рецептом лимонный посет но в этой книжечке написано не только что ты изысканный десерт но еще что это одно из любимых средств лечения простуды но только она должна употребляться в горячем виде мы же свои десерты поставили в холодильник они застыли и стали похожи на уже они совсем застыли мне кажется не даже на желе больше похоже да нежели на лимонный но вы не думаете что это исключительно наша инициатива в англии это кушают в двух видах либо горячим либо вот таким холодным мы предпочли холодным чтобы было знаете горячий чай вообще я хотела сказать что моей бабушки другой любимое средство лечения простуды она любит заваривать значит кипятком малиновое варенье или варенье или до столовую ложку водки лимон мелод и вот я не помню мне кажется не только нельзя я знаю что нельзя кстати ну ты же знаешь что одно из любимых вообще средств от простуды это кипяток кипяченое молоко кипяток вот с мёдом это ошибочное подостудить его и пить ну ошибочное не ошибочное но что делать я тоже думаю что это хотя здесь столько витамина c о да что наверное даже в горячем виде это будет такая ударная доза для простуды а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень интересно, какой это будет по консистенции Ну, знаете, мне кажется, это похоже на панакотту на самом деле Это действительно такой вот получается, как крем или мусс О, да! Это... О! Лимона здесь очень много, а ещё это очень жирно Кажется, говорить про английскую кухню, что что-то очень жирно... Очень вкусно! Я, кстати, очень люблю лимоны есть как бы в свежем виде То есть нарезать его дольками, без сахара Я не люблю лимон с сахаром посыпать и есть Это почему-то многих удивляет А я, когда начинаю есть вот такой вот свежий лимон, я не могу остановиться Меня потом тянет, и вот пока я весь его не сожру Я не остановлюсь Это очень вкусно, но у нас сегодня очень книжная тема для разговора Наверное, один из самых популярных вопросов после того, как вышло наше итоговое книжное видео Но у меня ещё и был пост в Инстаграме про книжек Но там не только книжные итоги вообще Когда мы озвучили, сколько мы книг прочитали за 2018 год Один из самых популярных вопросов Как мы так много читаем? Хотя не, это был и самый-самый популярный вопрос, который задают особенно Кате на трансляции Это смотрели ли мы богемскую рапсодию Честно говоря, у меня уже от этого вопроса начинает торгаться глаз и куда-то лезет бровь Давайте вернёмся к тому, как мы так много читаем У нас на канале есть видео, как мы читаем или что-то такое Мы снимали его ещё в 15-м году, и я уже не помню, что мы там говорили Но вот когда мне задают вопрос, как вы так много читаете, как читать больше, я вообще не знаю, что на это отвечать А ещё к этому вопросу часто идёт владеете ли вы секретами скорочтения Хочется сказать, знаете, я про скорочтение узнала, наверное, только лет 6 назад, а читаю я с 89-го И как бы понятное дело, что я в душе не знала, что такое скорочтение И меня в принципе никогда, даже сейчас меня не волнует скорочтение Я тут, кстати, не понимаю, что это, зачем это и кому это надо Насчёт скорочтения, я вообще не понимаю, зачем нужно скорочтение, когда вы читаете художественную литературу То здесь сразу возникает вопрос, а для чего вы тогда читаете художественную литературу, используя приёмы скорочтения Одно дело, когда вы там, например, учитесь в университете Вам надо прочитать большой объём уже знакомого материала, да То есть вы тогда можете пользоваться этими приёмами Но когда вы читаете для себя, зачем нужно скорочтение? Вот просто, если мне кто-то объяснит, ответит на этот вопрос, может быть, я тогда пойму Я не знаю, как я так много читаю, сколько я себя помню Я всегда читала очень много Хотя для меня, понимаете, для моего ощущения это немного Для меня это нормально Был ещё один вопрос, который тоже популярный Что для вас важно, количество или качество? Наверное, когда ты говоришь, сколько ты книг прочитал, все думают, что важно количество Нет, для меня важнее качество, что я читаю Просто повторюсь в миллионы раз, у всех разная скорочтение Я, когда просыпаюсь, первое, что я делаю Многие что делают? Проверяют свои соцсети Да, лезут в интернетики Первое, что я делаю, когда просыпаюсь, я беру в руки книгу И топаю с этой книгой, куда бы вы думали В ванную комнату и занимаюсь там всякими разными утренними делами Вместе с этой книгой Я еду в автобусе В автобусе вместе с книжкой Да, завтракаю, я читаю В автобусе едешь вместе с книжкой Читаю, любые перерывы там обеденные, я читаю То есть я это делаю не специально, чтобы О боже, мне надо прочитать сегодня 125 страниц Вообще в день я читаю где-то 300-400 страниц Для меня это норма Я где-то минимум читаю 200 То есть это совсем-совсем мало А так да, у нас соцсети примерно одна Скорость чтения В какой-то день я могу прочитать чуть меньше У меня какие-то дела, допустим В какой-то день чуть больше То есть я знаю, что да, 200 это тот самый мой минимум Который я могу запросто выполнить Но я могу его и не выполнить И прочитать там в другой день Когда у меня больше свободного времени То есть понимаете, от того, что кто-то читает 150 книг, а кто-то 50 Здесь нет ничего страшного Здесь нет какой-то критичной разницы Это не значит, что человек, который прочитал 150 книг Чем-то лучше, чем тот, который прочитал 50 книг Если у вас вот вы читаете У вас год 50 книг И вам комфортно, это ваша скорость чтения То зачем вам гнаться за цифрой и читать больше? Я тоже могу только кинуть Вы просто вот этим вот моментом Вы вызовете в себе отторжение к этому чтению У вас просто пойдет обратная реакция Вы будете впихать в себя книжки силком Они будут лезть обратно Ничего хорошего из этого не выйдет Вот что я думаю В каком-то из читательских дневников Я говорила о том, что у меня есть такая норма Которую я установила для себя И, как я сказала выше, я могу ее не придерживаться Это 100 страниц в одной книжке Параллельно я читаю 2-3 книги Вот я, например, сейчас для отдыха читаю Терри Пратчетта У меня не получается читать по 100 страниц в день Я читаю по 150 и то и 200 по одной причине Я оторваться не могу Я сейчас вечером, если у меня стоит дилемма Посмотреть сериальчик или почитать? Я выберу почитать Когда у нас спрашивают Допустим, смотрели ли вы это, это Почему вы не смотрите этот сериал и этот Я могу сказать Потому что я смотрю вот эту вот самую выжимку Которая мне подходит Чтобы увеличивать свое время на чтение Которое мне дороже и важнее Успеть все, в принципе, невозможно И много есть вещей, которым Мы не можем уделить время, а хотелось бы То есть ты в любом случае Ты выбираешь, что для тебя наиболее важно Мне самое важное, мое любимое увлечение Это книги, поэтому я читаю Я не могу, я не могу дать никакого совета Людям, которые спрашивают Ну как, как мне читать больше Как мне начать читать Я могу только одно сказать Вы берете книгу, открываете и читаете Другого способа нет Поэтому посоветовать что-то дельное Как начать читать, как читать больше Я не могу И никто вам никогда не посоветует Я когда вижу вот это вот Все вот эти видео на тему Или там статьи на тему Как читать, как читать больше Как там привить любовь к чтению у ребенка О, вот это очень интересная тема Особенно, когда об этом говорят Не читающие родители Я не знаю ответов на эти вопросы Я не знаю, кому могут помочь эти советы Для меня чтение – это естественное состояние Я не представляю себя в другом состоянии Если говорить о моих хобби То чтение всегда было на первом месте Когда ты работаешь в офисе Ты тоже читаешь меньше Единственное, что здесь спасает Это дорога в и дорога из В это время ты всегда читаешь Ну и если у вас нормальные коллеги То ты еще в обеденный период можешь почитать Меня, например, всегда радует, когда мы приезжаем В Петербург или в Москву Я в общественном транспорте Где-то в кафешках я вижу очень много читающих людей Причем я вижу как людей с бумажными книгами Так и с электронными Кто-то читает с телефона Но там видно, что это книжка В Ростове такого нет Это очень грустно В транспорте чаще всего читаешь ты один на весь автобус Да, при этом на тебя еще и многие так нехорошо посматривают Да, но, к сожалению, все равно присаживаются рядом Я все время надеюсь, что когда-то начнут обходить стороной Как, знаете, юродивых Если ты сидишь в кафешке Иногда ты видишь читающего человека Но это тоже скорее исключение из правил А в основном все на что тратят время Слушают музыку Хотя я отлично совмещаю эти процессы Мне очень часто музыка Наоборот помогает Погрузиться в книгу Кто-то залипает в телефончиках Кто-то разговаривает по телефону Кто-то смотрит сериалы О да, у нас это сейчас очень распространено Причем смотрят без наушников И вот я что хотела сказать Если вот вы горюете о том, что вы мало читаете Вы подумайте, какое ваше хобби для вас на первом месте И расслабьтесь Возможно, чтение для вас это второе или третье Мы не говорим, что Ой, это плохо Все мы разные, да? Для кого-то что-то на ней Кто-то умеет Любит вышивать Кто-то любит рисовать Я только хотела сказать Вы, например, любите вышивать Вы понимаете, что основное ваше время уходит на вышивку То есть логично подумать, что чтобы больше читать Вам надо оторвать кусок времени от вашей вышивки Готовы вы на это пойти или нет? Иначе читать больше у вас не получится То же самое, когда вот, например Если для вас важнее и дороже вышивка Я не вижу смысла отрывать время от нее И посвящать его чтению Чем себя мучить? Читайте в свое удовольствие Мы читаем в свое удовольствие И, например, я когда вспоминаю свою учебу в институте Я понимаю, что я тогда читала гораздо больше То есть тогда я читала и то, что идет по программе И для души И получалась такая душительная цифра Но опять-таки, все зависит от наличия свободного времени Ну, когда ты учишься Или даже не от наличия свободного времени, да? А от наличия свободных моментов Вот, например, у меня была работа, да? До мая прошлого года Когда надо было очень много туда-обратно мотаться по городу То есть у меня было много чтения Потому что много было переездов на общественном транспорте 3-4 часа, например, я проводила именно в транспорте Естественно, все эти 3-4 часа я читала Плюс я читала дома, да, вечером, когда была свободна С утра за завтраком И это все складывалось вот в такое вот Внушительное количество часов чтения в день Я не знаю Поэтому никому не надо беспокоиться А то мало он читает, много он читает Вы читаете столько, сколько нужно вам Давайте все расслабимся И будем читать просто в свое удовольствие Потому что чтение без удовольствия Это уже не чтение Сказала, как отрезала Мы всем желаем вам приятного аппетита Это очень вкусная штука Обязательно ее попробуйте Мне кажется, ее можно сделать не только с лимоном, но еще и с апельсином Да, вот Катя права, с мандарином А еще сюда можно добавлять шоколад, варенье То есть как-нибудь ее... Сделать это еще жирнее, Саша Разнообразие Хорошего вам дня и отличного настроения Котики, пьем чайник Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...